МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КХЛ не сумел задержать двух серийных убийц – два капитана – Сергей Мазякин и Илья Ковальчук. За сборную не играют, и сейчас набираются силы, чтобы и в дальнейшем терроризировать лигу. Оба они, окаянники, играют правым хватом на левом краю атаки. Лучший бомбардир КХЛ Сергей Мазякин весь октябрь забивал и отдавал. Видимо, в школе капитан Магнитки был настоящим октябренком – звезду ему на грудь. Но его серия не только октябрьская. Она продолжилась и в первый день ноября. В 13 матчах подряд Мазякин набирал очки, и всего он набил 24 балла, 10 голов, два из которых победные, хет-трик в противостоянии с Авангардом и ни одной штрафной минуты. Единственное удаление в сезоне Мазякин схлопотал в стартовой встрече против московского «Динамо», которая, впрочем, большинство в том эпизоде не реализовала. Когда на льду была связка Мазякин-Зарипов, Магнитка забила 62% своих голов – 45 и 72, то есть почти две трети шайб. Нет более зависимой от своих лидеров команды в атаке. Металлург больше всех забил в большинстве – 26 голов, пять из них – Мазякинские. Ближайшая игра у Магнитки против минского «Динамо», занимающего предпоследнее место на Западе. Есть версия, что результативная серия Мазякина может продолжиться. Илья Ковальчук не готовился к сезону вместе с командой. Начал не феерично, но вполне добротно. Хотя эффект завышенных ожиданий от его возвращения требовал чего-то большего – подвига. Илья вынужден был шесть встреч пропустить. У него имеются проблемы со здоровьем, которые, наверное, тоже сыграли свою роль в принятии решения о возвращении в Россию. Всего три матча Ковальчук провел без набранных очков. В последний раз такое случалось еще в сентябре, когда питерцы реваншировались за поражение от «Динамо» в финале конференции. Удивительно, что в такой результативной стычке Илья никак себя не проявил. Зато после этого Ковальчук отличился в одиннадцати матчах подряд – шестнадцать набранных очков, плюс победный булит в ворота Витязя. Причем Илья больше самореализовался с подыгрышем. В этой бомбардирской серии у него лишь четыре гола и двенадцать точных передач. А ведь когда-то Ковальчук считался жадным, индивидуалистом, который вокруг себя никого не видит. Произошли разительные перемены. Илья активно участвует в реализации большинства, занимая позицию защитника на синей линии. Благодаря этой стратегии Юка Яланина в среднем игровое время Ковальчука увеличилось на две минуты по сравнению с локаутным сезоном. И вот, несмотря на пропуск стольких матчей, Илья уже в бомбардирской пятерке. До Мазякина – одиннадцать очков. Многовато. Но если обойдется без травм, то Капитанская еще повоюет с Капитаном Магнитки за звание самого результативного. На прошлой неделе Шайба Мания начала составление увеселительных хит-парадов по итогам октября. На этой неделе продолжение. Динамовскому вратарю Александру Еременко в сборной наконец-то нашлось место. А уж в рубрике «Спасение, везение» и подавно. Динамовскому вратарю Александру Еременко Динамовскому вратарю Александру Еременко Динамовскому вратарю Александру Еременко в сборной. СКА ушел лидером на перерыв. По осени презентовав общественности изрядное количество индивидуальных достижений и общекомандных рекордов. И еще подшефные Юки Ялунина направили аж шесть хоккеистов в нашу национальную сборную. Наряду с Акбарцем СКА – базовый клуб. И посему нападающий питерцев в рубрике «Добивание». Я в будущее посмотрел бы, что там будет дальше. Нарекое будущее? Ну, лет на десять. Лет восемнадцать. Своили? Да. Что-нибудь поменял бы? Ну, наверное, да. Больше тренировался бы. Отправился бы, наверное, в будущее. Может, интересно, посмотрите, что там настроили. Далеко? Ну, лет на сто, может. Курица с макаронами. Почти через день часы едим в этом сезоне курицу с макаронами. Перед игрой. Мое любимое блюдо. Вареники, наверное. Лобстер. Ну, я думаю, нет, мастерство имеет значение. Руки, как у него действуют. Какого? Какие малыки? Левый, правый. Размер. Важен? Конечно, всегда важен. Я думаю, да, у каждого свое. Надо привыкнуть. Кого больше, тот это больше сбивает. Старший тренер-автомобилиста Аркадий Андреев сказал в интервью, что наставники команды не смотрят в турнирную таблицу и игрокам запретили. Похоже на фильм ужасов. Представьте себе. Зловещий тренерский глаз. Если ты посмотришь в турнирную таблицу, то умрешь через семь дней. Вот так, на страхе, автомобилист сделал рывок. О других причинах в рубрике «Спецбригада». Автомобилист взорвал информационное пространство своей победной серии. Анатолий Емелин въехал в ноябрьскую паузу на печи семиматчевого успеха и продвинул команду на шестое место в конференции. Этот прогресс был бы невозможен, если бы генеральный менеджер Леонид Вайсфельд и главный тренер не являлись единомышленниками. Нередки случаи, когда управленец при первой же неудаче готов перевести стрелки на наставника. Тренер выступает за одних игроков, менеджер требует сделать ставку на других. Понятно, что каши при таких раскладах не сварятся. В Екатеринбурге, напротив, консолидация, тандем. Вайсфельд сказал, что команда поверила в систему Емелина, и в этом причина успеха. Емелин, несмотря на изначальный аутсайдерский статус клуба, сделал ставку на игру в чужой зоне. Автомобилист наладил дисциплину, с начала чемпионата он самый корректный. Плюс четверка в меньшинстве необычайно подвижна, что создает массу проблем атакующим. Всего 9 пропущенных шайб при недокомплекте – это третий показатель по надежности в лиге. В большинстве автомобилист середняк, но в целом спецбригады по совокупности действий в хорошем плюте – плюс 6 шайб. У екатеринбуржцев качественные легионеры. Три игрока своих национальных сборных – Чех Коварш, Фин Лепесте, Швет Виклунд. Оба защитника в клубе лучшие по системе гол плюс пас среди игроков своего амплуа. Тренерский штаб создал отменное ударное звено Лазарев-Малыхин-Чернов. Эта троица возглавляет бомбардирский список автомобилиста. Некоторые специалисты вешают макаронные изделия на доверчивые уши зрителей и утверждают, что послематчевые броски – лотерея. Автомобилист подобной пропагандой не занимается, он добывает бонусные очки. И больше других клубов выигрывал булитные серии. Аж пять раз! Дотерпеть и с непринужденностью андердога вырвать победу к этому готовились еще летом. По предсезонке стало очевидно, что хорошо справляется со своим делом Филипп Талузаков. И в чемпионате он реализовал четыре попытки из семи за предельный показатель. Ян Коварш – лидер КХЛ по участию в сериях послематчевых бросков. Проиграл всего одну. Общий счет на булитах – 14-4 в его пользу. Забавно, что Коварш пропустил все три выпада от булитмейстера в Северстале. А в остальных случаях он – стена. Причем во всех булитных приключениях автомобилист укладывается в стартовую серию из трех бросков. Когда не уложился, уступил Акбарсу. Вот так, работая над каждым игровым нюансом, автомобилист добился своего победного пробега. И, судя по всему, это не финиш, а один из этапов. Поначалу спортивно-дисциплинарный комитет выписывал длительные дисквалификации. Свиязову 10 матчей – от души. Панину – скупые 11 игр. Теперь обратная тенденция. Отменены штрафы 5 плюс 20 Тернавскому и Малиновскому. Чуть ранее была подобная история с неправомерным наказанием Сотникса. Сотникса тоже отменили. Сейчас судьи, если видят кровь, сразу выписывают по максимуму. Поэтому игрок, идущий на силовой прием, рискует быть непонятым. Рубрика «Утюжка» воздает за риск. Рубрика «Утюжка» Рубрика «Утюжка» Большинство тренеров КХЛ жалуются на неритмичный календарь. Но когда дело доходит до паузы на Евротур, то они же говорят, что это время жизненно необходимо для отдыха, для восстановления травм, для тактических занятий. В общем, перезагрузка. Путешествие по Инстаграду – это тоже перезагрузка. Кот в фотогалерее лучшего бомбардира Лиги Сергея Мазякина – его альтер-эго. Ленив и пассивен. Ни к чему не стремится. Короче, мышей не ловят. Он не объект для подражания, а объект обожания. А этот кот инертен по другой причине. Можно было бы с ума сойти от отсутствия телевизионного пульта, если бы в воротах «Атланты» играл Сергей Борисов. А он все в запасе, да в запасе. В связи с этим смотреть по ящику абсолютно нечего. Скукота. Так и уснуть недолго. Магнитогорский Данис Зарипов почувствовал себя пролетарием шайбы и клюшки. Передовиком производства и особой, приближенной к стахановскому движению. У хоккеиста Металлурга есть общность. И тот, и другой не имеют права работать с непокрытой головой. В Ханты-Мансийске до недавнего времени не было тренера-воротарей. Галкиперы и сами могут себя достойно подготовить. Так считал отправленный в отставку тренерский штаб. Михаил Бирюков и его сменщик Алексей Кузнецов далеко на таком тезисе уехать не смогли. Семь поражений подряд. Тормоза у югры хорошие. В Уфе защитник «Атланта» Рафаэль Батыршин нашел фамильный напиток. Достаточно слегка понюхать его из горлышка бутылки, и сразу появляются силы. Команда горит 1-3, а Батыршин, как обычно, свой микроматч не проиграл. Да что там не проиграл? У Рафаэля плюс один показатель полезности. И шапка Мономаха венчает его фартовую голову. В молодежной хоккейной лиге все, кому не лень, подшучивают над вратарем Спартака Игорем Шестеркиным. Вернее, над его детской, небрутальной внешностью. Лапочка, а не вратарь. И вот он проявил себя Гераклом. Забросил шайбу в ворота Рэдбул. Посмотрите напоследок этот гол Шестеркина. Никто не может противостоять силе его неашности. За всем пока! Встретимся на хоккее! Редактор субтитров А.Семкин